здравствуйте уважаемый садоводов ну серии передач о чесноке я рассказывал о том что необходимо оставить на журавлики или на стрелке значит несколько бульбочек для того чтобы проконтролировать готов ли вас урожай к сбору ну вот пожалуйста бульбочка начала трескаться и показывать семена чеснока вот из этой вот конкретно видите какая большая бульбочка можно будет посмотреть ее вскрыть и отобрать крупные семена на посев чеснока я сейчас ее оставлю вот это вот бульбочку закрою марлечкой или укрывным материалом чтобы она не разбежалась и посмотрю можно будет в дальнейшем использовать думаю что можно вторым характерным значит второй характерной особенностью является то что листья чеснока начинают желтеть и соответственно тоже ломаться трескаться чеснок можно убирать вот сейчас я подкопаю что тут у меня с краю посмотрим принципе если посмотреть на головку чеснока она уже начала немножко а вот это уже беда что-то с ним случилось кто-то съел одна тема отдельная вот он белый и уже пошли такие розоватые или красноватые кто как у кого как прожилки чеснок можно собирать и прокалив на солнышке благо погода стоит сейчас соответствующие поместить его сушиться в теплое проветриваемое место обрезать опять же стрелки чесночные не надо до полного их усыхания для чего тоже как и луку для того чтобы в чеснок ушла вся так сказать жизненная энергия ну вот что еще можно сказать про чеснок если вы хотите отобрать посадочный материал значит из имеющихся у вас чеснока ну вот как говорит интернет и народная мудрость то значит если вы возьмете вот из головки где есть пять долек чеснока посадите его следующий у вас восход вырастет семь долек ну соответственно где будет три дольки там будет пять долек но это значит что нибудь все такие крупные и большие 3 оптимально максимум 5 вот такую луковую чесночную головку необходимо значит на мой взгляд используют для дальнейшего посева чеснока если чеснок передержать он начнется расщелкиваться земле и соответственно лу будет сложно выкопать выкопать можно будет сложно и соответственно еще ко всему доброму он будет у вас плохо хранится вот они фиолетовые красные прожилочки уже пошли значит чеснок можно выкопать вот раз два три 4 5 здесь зубчиков если вот из этого конкретно чеснока делают семенной фунт то следующий вырастет у нас 7 зубчиков но они будут немножко помельче так смотрим чего еще у меня в этом ряду есть два три 4 5 6 7 вот он всем вот он 7 вот на этой конкретно чесночной головки 7 зубчиков сюда я брать уже на посев не буду он уже крупнее не будет тут у нас 3 не даже 2 вот это вот самый великолепный будет головка на посадочный материал больших два зубца что вырастет наверное либо 3 либо 5 вот таких вот крупных вот тоже неплохая одна головка которую можно использовать исключительно на посадку вот обратите внимание журавлик я оставил вот он по всей вероятности определенную жизненную силу качестве сила для роста вот это развитие дальнейшей плода отобрал ну и вернемся к той теме что когда вот эту грядку я выкопаю чесночок вот я буду сажать сидераты в данном случае у меня есть редька масляничная редька масляничная относится к семейству крестоцветных обогащает почву азотом фосфором и серой уменьшает умывание минеральных элементов разрыхляет нижние слои почвы корнями редька масляничная активно подавляет нематоды также рекомендуют высеивать перед посадкой картофеля но картофеля здесь не будет но то что почву разрыхлить и даже наверное можно оставить зиму а потом насчет по весне перекопать это будет очень даже хорошо в редька масляничная сидерат потом насчет по цели тоже сидерат со схожими свойствами но по цели есть одна такая особенность значит она может зацвести открытие коробочки сделать самосев и тогда у вас будет он уже не как удобрение которое своей зеленой массой будет удобрять почву а еще и как сорняк ну вот пожалуй и все убираем чеснок садим среди сидерат и улучшаем структуру почвы чего и вам желаю чтобы у вас все на зародице его росло и только было все положительно всех вам благ удачи давайте встречаться давайте общаться на канале youtube урожайной грядки риф всего вам доброго урожайной грядки риф всего вам доброго